Приветствую всех! Давайте мы начнем наше служение, как всегда, мы с молитвы начнем, и будет у нас поклонение Богу, да, и сегодня такую, как-то Бог мне дал слово, я, бывает, так не говорю, могу сейчас сказать, что, ну, что это так, да, и о жертвенности. Но мы поговорим сегодня, знаете, о важности быть жертвенным, я как-то увидел это в Библии, просто вот проследил по всей Библии, мы сегодня об этом порассуждаем, о том, как важно быть, ну, жертвенным человеком, и как Бог любит жертвенных людей. Я вам, наверное, покажу, докажу, я, вроде, 31 год верующий, но когда я не обращал внимания на это, ну, такие, оказывается, важные моменты есть, вот, и мы об этом поговорим сегодня, после прославления. Вот, давайте мы сейчас настроимся на молитву, на изучение Слово Божие, на погружение в Слово Божие, на поклонение Богу, и давайте мы сейчас помолимся, да, что давайте можем встать и обратиться к Богу. Отец Небесный, мы благодарим от всего сердца, всей души за этот прекрасный воскресный день. Благодарим Тебя, Господь, за это предрождественское, предновогоднее время. Благодарим Тебя, Господь, за Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, который родился на эту землю, пришел на эту землю, и который показал нам, как нужно жить, как нужно поступать, который взял все наши грехи на Голгофском кресте, умер за нас, взял наши болезни, взял наши проклятия. Господь, мы верим в это, мы исповедуем это. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты нам подарил жизнь вечную. Через веру в Иисуса Христа любой верующий имеет жизнь вечную. Благодарим Тебя, что Ты сказал, что спасешься Ты и весь Твой дом, что мы спасаемся, да, вот как Ты сказал когда-то Корнилию, когда мы, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, мы благодарим Тебя, Господь, за спасение нашей души. Благодарим Тебя, Господь, за Духа Святого. Благодарим Тебя за любовь, за радость, за мир. Благодарим Тебя, Господь, за силу возлагать руки на больных, и они будут здоровы. Благодарим Тебя за силу противостоять дьяволу, и он убежит от нас. Благодарим Тебя за нашу веру. Мы просим Тебя, Господь, пусть наша вера растет, умножается. Дай нам, Господь, больше доверять Тебе. Благослови, Господи, каждого из нас, чтобы мы были очень и очень счастливыми людьми. Благослови, Господь, чтобы мы держались здравого учения Иисуса Христа, не уклонялись от простоты во Христе во имя Иисуса Христа, не уходили в какие-то дебри, в какую-то духовность, неправильную духовность. Дай нам, Господь, храни нас. Дай нам, Господь, быть просто верующими в Иисуса Христа, любящими Иисуса Христа. Наполнены Твоей силой, и пусть эта сила через нас проявляется. А мы будем Тебе, Господь, воздавать за это славу и честь. Мы просим Тебя, Господь, подготовь наши сердца к поклонению, подготовь наши сердца к слышанию Слова Божьего. Господь, Ты сказал в Слове, что когда идешь в Дом Божий, будь больше готов к слышанию, нежели к жертвоприношению. И, Господь, дай нам быть людьми, которые будут слышать во имя Иисуса Христа. Благослови, пожалуйста, благослови нас. И мы просим Тебя, Господи, также очисти, освяти нас. И, Господи, мы в этой молитве сейчас прощаем всякого человека, который чем-либо нас обидел или что-то взял у нас и не отдал нам, или просто сказал что-то. Мы благословляем, Господь, сейчас всех людей во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя также, прости нам всякое согрешение. Благодарим Тебя, что кровь Иисуса Христа омыла и омывает нас от всякого греха. Мы, Господь, искренне перед Тобой, открыты перед Тобой. Господи, дай нам быть как дети, которые доверяют своим родителям, и все рассказывают своим родителям, как маленькие дети. И дай нам, Господь, также доверяться Тебе. И, Господь, мы также просим Тебя, благослови всех людей. Благослови, пожалуйста, президента нашей страны и все начальства и власти. Благослови губернатора, мэра нашего города и губернатора нашей области. Благослови, Господь, пожалуйста, всех светских начальников, всех больших и малых. Кто-то руководит больницами, кто-то руководит институтами, заводами. Господи, кто-то какими-то небольшими предприятиями, ЖЭКами или еще что-то. Либо руководит. Мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, каждого на своем месте, чтобы он имел успех, чтобы он любил нашу страну, заботился. И дай нам, как верующим, позаботиться о жизни города, в котором Ты, Господь, нас поместил, как сказано в Писании. Также мы, Господи, просим Тебя, благослови, пожалуйста, всякую духовную власть. Мы благословляем всех пасторов, епископов. Мы благословляем всех священников православной церкви. Мы благословляем всех монахов, всех служащих. Мы благословляем баптистскую церковь, пятидесятнические. Мы благословляем харизматические церкви. Все церкви, Господь, которые Ты насадил, мы благословляем. Благословляем наших братьев, сестер. Мы просим Тебя, чтобы христианство росло, развивалось во имя Иисуса Христа. И чтобы больше верующих было, больше людей благочестивых, святых было во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Господь, благослови, пожалуйста, благослови. Мы нуждаемся в Твоем благословении. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил наших родных и близких. Мы молим Тебя, Господь, за наших жен и мужей, за наших детей, за наших внуков. Мы молим Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, за наших матерей и отцов, за наших братьев и сестер по плоти, за наших друзей, за всех наших родственников. Мы ходатуйствуем за них, чтобы они были в благополучии, были в радости, были в мире, были в здравии во имя Иисуса Христа. И самое главное, мы просим Тебя спасения для каждого из наших родственников и друзей. И во имя Иисуса Христа дай, Господь, каждому познать Тебя и полюбить Тебя во имя Иисуса. Благодарим Тебя, Господь, за все, за все. Славим Тебя и превозносим Тебя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благо Господь ко всем и щедроты Его на всех делах Его. Аллилуйя, слава Господу за Его милость и много милостив. Он не просто милостив, а много милостив. Давайте прославим его. Моя Господа, Благослови душа моя, Господа. Моя Господа, Благослови душа моя, Господа. Вся внутренность моя, Святое имя его, Благослови душа моя, Господа. Благослови душа моя, Господа. Не забывайте благодеяния его, Аллилуйя. Благослови душа моя, Господа. 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 Не забывайте благодеяния его, Аллилуйя. Щедрый милостив Господь, Господь, дал мне терпелим, многомилостив. 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 Аллилуйя, слава тебе, Господь, прими наше поклонение, Господь. Потому что ты достоин этого, Господи, ты достоин, Господи, поклонение, ты достоин, Господи, хвалы. Твое имя благо для нас, Господи, и ты благ, Господи. Слава тебе, Отец Крестный. Аллилуйя, Дух Святой, являй свою славу и свою силу. Исцеляй, освобождай, Господи. Аллилуйя, слава тебе, Иисус. Аллилуйя, слава тебе, Иисус. Аллилуйя, слава тебе, Иисус. Иисус. Аллилуйя, слава тебе, Иисус. Лучше наш, сущий на небесах, Да святится имя твое. Жизнь мою держишь в своих руках Мир вокруг на ладонях твоих Тайное живание в сердце ты в своем сокрыл Кто увидит боль твою за вселенную Цепи ага разорвал, выкуп смертью заплатил Время царства твоего, царство твое пришло Да будет воля твоя, да будет слава твоя Да будет силос твоя на земле людей Я твои руки, Господь, я твои ноги, Господь Голосом буду творить, чтобы царство твое пришло Да будет воля твоя, да будет слава твоя Да будет силос твоя на земле людей Я твои руки, Господь, я твои ноги, Господь Голосом буду твоим, чтобы царство твое пришло Голос свой поднимал за меня моля Как кресту руки прихвождены Не могу промолчать о твоей любви На земле тебе славу верну Тайное желание в сердце ты своем закрыл Кто увидит боль твою за вселенную Цепи ага разорвал, выкуп смертью заплатил Время царства твоего Царство твое пришло Да будет воля твоя, да будет слава твоя Да будет сила твоя на земле людей Я твои руки, Господь, я твои ноги, Господь Голосом буду твоим, чтобы царство твое пришло Да будет воля твоя, да будет слава твоя Да будет сила твоя на земле людей Я твои руки, Господь, я твои ноги, Господь Голосом буду твоим, чтобы царство твое пришло Да не быть сыном твоим, Господь Сердце отца для меня всех дороже Буду живи, чтобы исполнить мечту твою Царство твое на земле, как на небе Дайное желание Сердце ты в своем сокрыл Кто увидит боль твою за вселенную Цепи ада разорвал Выбуд смертью заплатил Время царства твоего Царство твое пришло Да будет воля твоя Да будет слава твоя Да будет сила твоя На земле людей Я твои руки, Господь Я твои ноги, Господь Голосом буду твоим Чтобы царство твое пришло Да будет воля твоя Да будет слава твоя Да будет сила твоя На земле людей Я твои руки, Господь Я твои ноги, Господь Голосом буду твоим Чтобы царство твое пришло Помоги нам быть твоим голосом, Господь Помоги нам быть твоими руками Твоими ногами, Господь, в этом мире Помоги нам, Господи Проявлять любовь к своим ближним Помоги нам, Господи Являть, Господи, твою любовь Наполнена силой твоей Силой духа твоего святого Отче наш, сущий на небесах Да придет твое царство, Господь Да придет твоя воля, Господь Наполни нас силой твоей, Господь Веди нас духом твоим святым, Господь Помоги нам исполнить твою волю на этой земле Ты могущественный Бог Ты сильный Бог, мы славим тебя Ты святой Бог, ты всемогущий, ты великий Кто может сравниться с тобой наш Бог? Аллилуйя Хочу я быть ближе, ближе к тебе Пусть небо реальностью станет моей Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторят Аллилуйя Аллилуйя Святый, святый, всемогущий Ты великий, кто достоин Кто сравнится с тобою, царь наш Ты великий Хочу я быть ближе, ближе к тебе Пусть небо реальностью станет моей Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторят Аллилуйя Аллилуйя Святый, святый, всемогущий Ты великий, кто достоин Кто сравнится с тобою, царь наш Ты великий, ты великий, ты великий Как воск растают горы перед лицом Его, Силы тьмы трепещут перед именем Того, Кто вознесен над землей, кто умер на воскрес, Кто сможет устоять перед Его величием. Величие, 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 величие. Аллилуйя, святый, святый, всемогущий, Ты велик, кто достоин, кто сравнится с Тобою, Царь наш. Ты велик. Как воск растают горы перед лицом Его, Силы тьмы трепещут перед именем Того, Кто вознесен над землей, кто умер на воскрес, Кто сможет устоять перед Его величием. Величие, величие, величие. Аллилуйя, святый, святый, всемогущий, Ты величие, 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 величие. Кто достоин, кто сравнится с Тобою, Царь наш. Ты велич. Ты велич, величие, 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 величие. Ты велич, Бог, Ты всемогущий, Ты царь неба и земли. Мы поклоняемся Тебе, мы преклоняемся перед Тобой, Господь, Перед Твоим величием, перед Твоей волей, При Твоей силой. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты не погнушался нами. Ты пришел на эту землю. Ты и умер, и воскрес ради каждого из нас. Ты даровал нам вечную жизнь. Ты даровал нам свободу. Ты даровал нам жизнь в Тебе, Господь, Настоящую жизнь в полноте, Господь. Спасибо, потому что Ты даешь, Господь, жизнь и жизнь с избытком. Ты всемогущий Бог. Только Ты такой, могущественный, милующий, любящий. Спасибо Тебе. Ты понимающий Бог. Ты слышащий Бог. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя. Аминь. Детки, выходите. Мы помолимся. Детки, выходите. Мы помолимся. За воскресную школу, за детей. Ну и не только за которые на сцене, но и вообще за всех наших детей. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за воскресную школу. Благодарим Тебя за учителей воскресной школы. Просим Тебя, благослови развитие, рост воскресной школы. И благослови деток во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя, Господь, за детей, которые здесь на сцене. И также, Господь, мы молим Тебя за наших детей. Может кто-то дома, где-то в другом городе живет. Кто-то в церкви находится. Мы просим Тебя, Господь, благослови, пожалуйста, наших детей. Мы молим Тебя за их спасение, здоровье, защиту, благополучие. За их настоящее и за их будущее, Господь. Чтобы Ты благословил все сферы их жизни. И, Господи, мы молим Тебя, чтобы каждый из наших детей знал Тебя, любил Тебя и следовал за Тобой во имя Иисуса. Потому что это самое главное в жизни. Аминь. 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 Слава Богу. Присаживайтесь. Слава Богу. Сегодня, знаете, будет хорошая тема, но они все хорошие. И я сегодня, знаете, хочу поговорить, вот, и чтобы мы с вами через всю Библию посмотрели о том, что, знаете, вот я увидел это в Библии, что Бог очень любит жертвенность. Он любит жертвенных людей, знаете. И он, ну, хочет, там, желает, чтобы мы были жертвенными. Но жертвенность – это не только, знаете, финансы там. Вот. Это намного более широкое понятие, да. Жертвенность – это когда человек, ну, готов послужить какому-то человеку, помочь. И, в том числе, да, что-то пожертвовать для Бога, что-то пожертвовать, да. И Бог это очень ценит. И, знаете, через всю Библию мы можем видеть, что вот эта жертвенность, она проходит. Вот, смотрите, мы сейчас начнем с Бытия и там дойдем до Нового Завета. Но я не то, что все книги буду затрагивать. Смотрите, первое – книга Бытие, да. Если мы смотрим Авраам и Ева, они согрешают в Эдемском саду. И, как вы помните, они ходили, ну, полностью раздетые, да. То есть, вот, как бывает, ну, как объясняешь, вот, ну, там, что-то в бане, в костюме Адама ходит. Ну, то есть, да, костюм Адама, то есть, они были голые полностью. Они не стыдились, там, Библия говорит, да, об этом. Но потом они согрешили. То есть, они вкусили от дерева познание добра и зла. И, как мы видим, они из райского сада выходят уже в кожаных одеждах. Они уже, откуда взялись у них кожаные одежды? Вот. Ну, есть такое, как бы, понимание, что сам Бог, Он принес в жертву за них, как бы, овечку, ну, или какое-то животное, да. И из этого животного были сделаны вот для них вот эти одежды. И они вышли из Эдемского сада уже в одежде. Ну, знаете, смотрите, опять же, была жертва. Вы слышите, да, была жертва. Мы смотрим дальше. У них рождается Каин и Авель, да. И мы видим, что Авель, да, он приносит... Ну, я для экономии времени, у меня там есть места, которые я буду читать. А некоторые места мы будем просто смотреть, да, или я буду проговаривать, ну, чтобы вы могли это увидеть. Сейчас я немножко открою. Вот. И вот, смотрите, и мы видим, что Каин, Авель, да, два первых ребенка у Адама и Евы. И написано, что Авель взял первородное от скота своего. И что он сделал? Он принес в жертву Богу. И Богу понравилось, знаете, это. Ну, вот. И... Но Каин, он взял просто, ну, огурцы, помидоры, ну, там какие-то плоды. Он был, он выращивал там, может, яблоки какие-то, ну, в общем, какие-то плоды деревьев. И он так принес, да, Богу. Но он принес Богу, еще говорят, ну, как бы он не от души принес, не от сердца принес. Он так, типа, ну, да, я знаю Бог, тебе нужны жертвы. Понимаете, даже первые люди уже понимали, что Бог ценит жертву, да. Каин, вот, и Авель принес правильную жертву, а Каин, ну, вот так принес, типа, на отстань, знаете. И вот, и он увидел, что Бог призрел, то есть, увидел, ну, жертву Каина, да, ой, Авеля, то есть, и он принял эту жертву. А Каина жертву он не принял. И мы видим, да, в Библии, что он берет и убивает, да, Каин убивает Авеля, то есть, убивает из-за зависти, из-за злобы, из-за какой-то, убивает своего брата родного, да. Но я вам еще раз подчеркиваю, давайте мы, вот, я как-то не замечал это, вот смотрите, то есть, первые два человека, то есть, они что делают? Они приносят жертвы, то есть, они приносят, оба причем приносят, да, один, может, на отстань приносит, второй от сердца приносит, но они что делают? Приносят жертвы, да. Потом мы далее смотрим, мы видим, Слово Божие говорит нам о всемирном потопе, говорит нам о Аное, да, который построил ковчег, туда он забрал весь скот, там, ну, который Бог ему сказал, да, взять. Долго он его строил там, и потом пошел дождь с неба, в общем, произошел всемирный потоп, все погибли, и когда мы видим, что Ной, он выходит уже, ну, он предстает горе Арарат, да, этот, вот этот корабль, который назывался ковчег, я, знаете, я хочу сказать вам, я не знаю, правда ли это, неправда, но я был в Ереване, в музее, вот, и я видел кусок от Ноева ковчега, ну, хотя, знаете, ученые, ну, как бы, люди могут что угодно показать, да, но вот прям музей окаменевший такой, и там съемка есть с космоса, не с космоса, а с военного самолета, там какой-то летчик летел, он там делал аэросъемку, и, в общем, ну, там закаменевший такой вот корабль, как бы, на горах, ну, это можно там в интернете посмотреть, но это ладно. Ну, то, что Библия говорит, это правда, то есть, вот, Ной, он выходит, знаете, из этого ковчега, вот, и животные все выходят, и смотрите, что он делает первым делом, практически, послушайте, это написано в Бытие, 8 глава, 20 стих, И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники, это Бытие, да, Бытие, 8, 20, да, я правильно, а, вот, 8, 20, смотрите дальше, написано, 21 стих, «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Смотрите, то есть Ной, Божий человек, то есть человек, который угодил Богу, да, как бы Бог избрал его, чтобы вот из всего человечества, то есть, и вот смотрите, и он понимает Бога, да, он понимает Богу, что нравится Богу, вот он спасся со своим семейством, он выходит, что делает, мы читаем, первым делом он приносит жертву, и Богу нравится, Бог говорит, я вдохнул это, да, я увидел, что вот эта жертва, ну, вот эта жертва Богу, она понравилась, да, дальше мы смотрим по Библии, да, был такой человек Авраам, Авраам, написано, что поверил в Богу, и эта вера вменилась ему в праведность, да, то есть Бог, то есть Авраам оправдывается перед Богом, так же, как и мы с вами верою, то есть мы верим в Иисуса Христа, в жертву, да, а Авраам оправдался верой, да, ну, верой, он просто поверил Богу, он доверил Богу, и Авраам это особенный человек, знаете, он особенный во всех трех религиях, он в иудаизме особенный, в христианстве особенный, и в исламе он особенный, потому что это всех трех религий, да, Авраам является таким, как прародителем, то есть от него все пошло, все пошло от Авраама, да, как бы все пошло от Авраама, и Авраам, он, будучи человеком, Божьим человеком, он понимал, что Богу нравятся жертвы, Бог любит, когда человек жертвенный, да, и смотрите, мы читаем такое местописание, это Бытие 15 глава, 9 стих, 9-10 прочитаем, да, и вот, и мы читаем, что Господь сказал ему, ну, то есть Аврааму, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя, да, и он взял всех их и рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек, да, и написано, и налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их, то есть понимаете, вот перед тем, как ему заключить завет, да, с Богом, то есть он понял, что ему надо, что сделать, ему надо принести жертву, то есть ему не угодить Богу, да, знаете, без жертвы как-то, ему, ну, не выставить этих отношений правильно, он понимал, знаете, вот что Бог хочет, он хочет, ну, жертвенности, да, знаете, он хочет посвященности, вот, и смотрите, мы далее читаем, там, там, в Библии говорится о том, что у него не было детей, и потом его, его жена, которую звали Сара, и она говорит, слушай, ну, что-то вот Бог сказал, что у нас дети будет, но уже там 20 лет, детей нет, говорит, возьми мою служанку Агарь, говорит, ну, войди к ней, то есть она забеременеет, и я приму этого ребенка, говорит, на колени себе, и он станет мне, там, ну, сыном, там, вот, и она рожает, ну, Измаила, да, и потом, и Аврам, знаете, даже когда он разговаривал с Богом, там написано, он даже как бы сетует, и он говорит, Бог, ты дал мне все, да, но у меня нету сына, у меня нету потомства, что толку, что вот я такой, там, да, ну, после, ну, какое будущее, да, у меня, там, ну, он как-то вот, там есть такое, да, в бытие, и Бог говорит, послушай, ты выйди из шатра своего, посмотри на звезды, вот, говорит, как много звезд, так будет у тебя много детей, там, да, и, говорит, из чресла твоих произойдет ребенок, там, и так далее, и вот он, вот, и он, ему под сто лет, и Саре уже, там, сто, и она забеременела, да, и она родила, вот, Исаака, да, это была самая большая драгоценность его жизни, да, это самая большая любовь его жизни была, то есть, и как-то Бог ему говорит, возьми сына твоего, которого ты любишь, да, и пойди и принеси мне его в жертву, ну, страшные слова, казалось бы, да, но Бог так испытывал, да, человека, он единственный раз так искушал, то есть, вот, таким образом, да, и Авраам, будучи послушан, он берет слуг, он берет, там, дрова, он берет сына своего, они еще, представляете, вот, это тоже, там, есть прообраз со смертью Христа, да, они идут три дня, представляете, он три дня, как сейчас современная молодежь бы сказала, гоняет, там, в голове, да, как же так, да, почему, да, может, я не так услышал, я, может, не так расслышал, но Бог, я тебе доверяю, он подходит к тому месту, да, где вот эта гора, и он говорит слугам, ну, вот этим, кто был с ним, слуги его, он говорит, мы сейчас пойдем, принесем жертву и вернемся к вам, знаете, почему он так говорит, потому что он верил, что Бог в силах даже воскресить, и он приходит, и его сын, да, говорит, я, я вот не представляю, я себя где-то проецирую, проецирую, что я со своим сыном, да, разговариваю, вот я пришел, вот тут гора, вот какие-то камни, и меня сын спрашивает, папа, а кто жертва, а где овечка, где вот, да, и он говорит, сын, это ты, он берет его, связывает и, ну, ложит на этот жертвенник, замахивается, да, и Бог останавливает его руку, я даже видел картины есть такие, да, когда Бог там посылает ангела, он останавливает его руку, и он видит, что там овечка запуталась, и он говорит, вон, возьми вот эту овечку, да, и принеси, он берет и приносит место сына своего в жертву, ну, понимаете, ну, жертва со мной была принесена, пусть это овечка была, да, ну, и слава Богу, что это овечка была принесена, то есть мне нравится такой исход этой истории библейской, да, вот, и была овечка принесена, то есть жертва была со мной принесена, вы слышите? То есть потому что Бог любит, ну, жертву и жертвенность, и много мест там, вот, я что-то упущу, но, смотрите, далее мы смотрим Второе Царство, Второе Царство, 6 глава, 12 стих, и там говорится про Давида, да, царя Давида, и мы видим, что он, ну, там много событий, и много жертв в его жизни было принесено, и когда он переносил ковчег, да, ковчег Завета, там, в Иерусалим, то он шел, и давайте мы почитаем про него, и написано, что «Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божьего, то пошел Давид с торжеством, перенес ковчег Божий из дома Авидара в город Давида, и когда низший ковчег Господний проходили под шесть шагов, он приносил жертву тельца и овна». Представляете, телец, большая, ну, бычок, да, получается, и овечика, то есть он делает шесть шагов, я не буду вышагивать, да, шесть шагов он делает, хоп, они останавливаются, они шлеп, принесли, опять шесть шагов, он опять, и я даже не знаю, там, какое он огромное количество, да, принес жертв Богу, и он понимал, Богу это нравится, Богу нравятся жертвы, Богу нравится посвященность, Богу нравится, когда мы доверяем, не доверяем не просто на словах, но мы делом, да, это доказываем, показываем, может, где-то своей такой жертвенностью, да, вот, и написано, что, и вот Давид сказал, и из всей силы перед Господом, да, извините, и когда несший ковчег, да, вот, и дальше, да, 14 стих, Давид скакал из всех сил перед Господом, одетый был же Давид в Леной и Фот, так Давид и весь дом Израева несли ковчег Господний со скрицаниями и трубными звуками, вот, когда входил ковчег Господний в город Давида, Милхола, дочь Саула смотрела в окно и увидела царя Давида, скачущего, пляшущего перед Господом и уничижила его в сердце своем, и принесли ковчег Господень и поставили его на свое место посреди скини, которую устроил для нее Давид и принес Давид всесожжение перед Господом и жертвы мирные, когда Давид окончил приношение всесожжения жертвы мирные, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал, смотрите, и раздал всему народу, всему множеству израильтян, отдана даже до Версавии, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу, по куску жареного мяса, по одной лепешке каждому, и пошел весь народ, каждый в дом свой, и вот смотрите, то есть он опять принес жертвы, да, приносил жертвы, он принес, установил, и он опять приносит жертвы, только уже не в виде вот этих животных, а он берет каждому кусок хлеба, кусок мяса, там, да, и он дает, раздает, то есть, понимаете, он понимает, что жертвенность, да, она интересна и угодна Богу. Также его сын Соломон, когда, да, он уже стал, ну, стал царем, и Бог ему сказал построить храм, вот, храм Соломона, там его, сколько, 37 лет его строили, там, 40 лет его строили, ну, долго его строили, вот, и много было золота, серебра туда, и когда мы читаем, я не буду это открывать, я люблю это место, 1 Палипоменон, 29 глава, и мы читаем, что Давид говорит, это перед строительством храма, да, он говорит, а еще по любви к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное, и я приготовил для дома Бога моего, и он и перечисляется, столько-то золота, столько-то камня, столько там, ну, разных там, всего-всего-всего, и я уже говорил об этом, дотошные американцы, они решили посчитать, а сколько Давид принес-то, сколько денег-то, вот, если сегодня бы он эту жертву сделал, и получилось, что он принес 2 миллиарда долларов, ну, то есть, он, понятно, был не бедный человек, он был очень богатый человек, и Давид принес 2 миллиарда долларов, только собственных денег, в жертву на строительство храма, и потом написано, что народ он призвал, народ стал весьма много жертвовать там, народ стал радоваться, и Давид говорит такие слова, Твое, Господи, величие, слава, великолепие, все, что на небе и на земле, Твое, и он говорит такие слова, которые мое мышление очень сильно поменяли, и он говорит, что, ну, от руки Твоей полученная, часть из этого, говорит, мы отдали Тебе же, он говорит, кто я и кто мой народ, что мы могли так жертвовать Тебе, ну, дальше он говорит, ну, от руки Твоей полученная часть из этого мы отдали Тебе же, да, и вы знаете, когда я прочитал много лет назад эти слова, они до сих пор таким, знаете, у меня есть несколько откровений, которые у меня, как бы, такие основные откровения в моей жизни, я прочитал это место, и я понял, что на самом деле, ну, человек, когда он что-то помогает кому-то, какие-то деньги жертвует, на самом деле, он ничего такого особого не жертвует, потому что, вот, к примеру, Леонид, он мне дал, ну, какую-то 100 тысяч рублей, да, вот, просто мне подарил, и он мне говорит, ты 80 тысяч оставь себе, а 20 тысяч отдай Алексею. Алексей говорит, даже неплохо было бы так, чтобы это было не просто притча, да, в реальную жизнь это все реализовалось, ну, вот, и смотрите, и вот получается, что он дает мне, я оставляю 80 тысяч себе, а часть из этой суммы я даю Алексею. И, вы знаете, Библия говорит, что Бог нас благословляет, Бог дает нам, ну, и дает нам здоровье приобретать богатство, так написано в Библии, и Бог вообще даже дает богатство, да, и слава, и, как написано, и богатство, и слава, это все от руки твоей, понимаете? Да, корень всего зла на земле есть любовь к деньгам, написано, но не деньги. Вы услышите, пожалуйста, это нормально, это хорошо, когда у человека есть деньги, и он может, ну, он имеет достаток, да, в своей жизни, это хорошо, Бог хочет, чтобы так было, как мы хотим, чтобы у наших детей так было. Мы же хотим, чтобы наши дети, наши внуки там были в достатке. Я еще не встречал никого, да, ни в какой стране человека, который бы сказал, о, я хочу, чтобы мой сын был бедный. А почему ты хочешь, чтобы он был бедный? Ну, ты знаешь, он будет бедный, он тогда будет святой. А почему ты решил, знаешь, я вижу зачастую бедных, они не очень-то святые, они там воруют, там, да, ну, какие-то вот грабят, там, вот сейчас я был вот в Конго, в Африке, там, там бедные такие опасные, то есть там ограбят тебя, только, ну, только выйди, там, чуть темнее со светлым лицом, и все тебе, до свидания. Вот, поэтому, понимаете, услышите, пожалуйста, что, вот, что Бог хочет, чтобы мы были в достатке, и Он хочет, чтобы мы были добрые. Я хочу, да, вот, чтобы мои, у меня трое сыновей, я хочу, чтобы мои сыновья были добрые, чтобы они были жертвенные, чтобы они помогали, знаете, чтобы они не были скрягами такими, жадными людьми. Вот, я не хочу этого, да, я думаю, что вы также не хотите, да, чтобы ваши дети были. И вот, смотрите, и вот Давид, он жертвует огромное количество денег, опять же, жертвует, опять же, жертва, да, уже здесь жертва не овечки, да, а здесь уже золото, камни разные, да, вот идет. И потом Соломон, когда он построил, да, этот храм, то, вы знаете, мы, я сейчас буквально прочитаю это место, и, смотрите, вот, Третье Царство, 8 глава, 63 стих, и принес Соломон в мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота. То есть, когда он освящал храм, вы знаете, я вообще не могу это представить, представьте, 22 тысячи крупного скота, то есть, 22 тысячи каких-то коров, быков, я даже тысячу-то быков плохо представляю, я, ну, я видел колхозные стада, ну, сколько их там, ну, 100, там, ну, я не знаю, сколько я видел, ну, 200 я, мне кажется, я больше не видел там, больше, чем 200 коров там или кого-то, да, я даже тысячу плохо представляю, коров, да, тысяча коров, а тут 22 тысячи. Так это ладно, 22 тысячи. Там, знаете, еще написано, что 120 тысяч мелкого скота, где они взяли-то столько, да, это просто вот 120 тысяч, и, вы знаете, Библия, она не зря говорит об этом, и прямо вот она показывает нам, что, посмотрите, что Богу нравится, когда мы, ну, жертвенные люди, когда мы посвященные люди, когда мы не только для себя, знаете, живем, но когда мы можем служить, жертвовать, там, помогать, там, да, и так далее. Вот. И вот 8 глава, 64 стих, написано, «В тот же день осветил царь среднюю часть двора, который перед храмом Господьем совершил там всесожжение, хлебное приношение и вознес стук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который перед Господом был, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения, и тукомирных жертв», то есть он еще перед храмом, да, как бы это сделал, вот, и Богу, друзья мои, вы меня слышите, да, вот мое послание, то есть вот, что я хочу сегодня, что он скажет, что он все там читает, что-то читает, что-то рассказывает, послушай меня, что я хочу сегодня сказать, я хочу сказать, Богу нравятся жертвы, Богу нравятся жертвенные люди, то есть хочешь быть любимчиком у Бога, будь жертвенным, аминь, и все, да, я пошел, да, нет, нет, подождите, я еще останусь, да, так вот, понимаете, да, ну, то есть вот вообще, вот все, что я тут говорю, это вот это я хочу, но я хочу вас, почему я вас через всю Библию, да, провожу, потому что я хочу вам показать, вот на протяжении всей Библии, как это важно, и вот, и я хочу вам тоже очень такую важную историю прочитать, а потом ее прокомментировать, тоже, послушай, послушай меня, пожалуйста, это Третье Царство, 17 глава, 9 стих, там говорится пророка Илью, и вот пророк Илья, он был там у реки, такой, ну, как бы, ну, не река, там поток был, и ворон, и он там пил из этого потока, а ворон ему носил еду, ворон, и потом что-то ворон перестал летать, вот, в общем, поток пересох, ну, там Библия говорит, и Бог ему говорит, что иди, ну, там, иди, ну, вот, давайте 9 стих даже прочитаю, встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там, я повелел там женщине, вдове, кормить тебя, то есть, понимаешь, он говорит, я повелел там, Бог говорит, да, и он приходит в эту Сарепту Сидонскую, а там голод, ну, просто как, вот, не знаю, знаете, может быть, как голод был в этом блокадном Ленинграде, ну, вот, если, да, вот, там большой голод был, ну, там со мной была дорога жизни, туда что-то завозилось, там, да, какая-то еда, что-то там выдавался хлеб какой-то, ну, много-много, да, людей умерло от голода, кстати, извините, я немножко, ну, уж коснулся этого, у меня один мой хороший там знакомый есть, он был там замначальника цеха на Северстале, и у него мама прошла, ну, он пожилой такой муж, там, за 70 лет сейчас, говорит, моя мама прошла вот эту, ну, блокадный Ленинград, она прошла, говорит, вот, весь этот голод, и, говорит, знаете, потом, ну, война закончилась, все, она жила где-то под Ленинградом, Ленинградской области, и, говорит, и она постоянно сушила сухари, и он, говорит, и ты представляешь, когда моя мама умерла, я тебе, говорит, в буквальном смысле слова, я вывез целый грузовик сухарей, ну, просто куда-то там, на ферму, там, или, ну, где поросят кормят, ну, в общем, просто целый грузовик, говорит, я тебе не преуменьшаю ничего, говорит, она постоянно в страхе, она была, вот, боялась вот этого голода, да, на самом деле, говорят, ну, голод, я как-то не голодал, ну, как, я постился, ну, слава Богу, да, вот, я в своей жизни, ну, не голодал, да, но я был в таких странах, я видел, где люди голодают, да, это, ну, на самом деле, голод – это страшная вещь, и вот, смотрите, и вот написано, и встал он, и пошел в сарпету, и когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова, и, подозвав ее, сказал ей, дай мне немного воды в сосуде напиться. Это Леня мне принес, не вдова принесла, вот, а мне, говорит, я вообще могу дать. Вот, послушайте, и вот он говорит, вот, представьте, он видит эту женщину, он видит этот голод весь, он вот так смотрит на нее и говорит, женщина, ну, он понимает, Бог, он думает, наверное, Бог что-то попутал, наверное, он перепутал, он сказал, ну, ладно, там ворон носил, ладно, там я у потока, а здесь вдова, нищая, голодная сама, и вот он ей говорит, послушайте, дай мне немного воды в сосуде напиться, и, послушайте, послушайте подальше, что, и пошла одна, чтобы взять, а он закричал ей вслед, знаете, он как бы, эээ, вслед, она уходит уже, почти из церкви вышла, да, он ей кричит вслед, вот, и он говорит, да, сейчас, сейчас, извините, вот, да, и вот, и пошла она, чтобы взять, и он закричал вслед ей, и сказал, возьми для меня кусок хлеба в руки свои, она нищая, то есть голод там, знаете, она сказала, жив Господь, Бог твой, у меня ничего нету печеного, вот, а только есть горсть муки в катке, и немного масла в кувшине, вот, я не наберу полено, два дров, пойду и приготовлю это для себя, и для сына моего, съедим это, и умрем, то есть, она не в переносном смысле, да, говорит, она говорит, у меня осталось чуть-чуть муки, вот, чуть-чуть масла, то есть, я сейчас пеку, вот, просто какой-то коржечек, мы его съедим, и все, и мы умрем, представьте, он говорит, ну, здоровый мужик, я Илью принимаю, с бородой, наверное, был, он, как Саша, и он кричит, там, эээ, слышишь, еще хлеба мне принеси, а может, я еще с икрой принеси, я не знаю, что, да, но она не так ему ответила, она говорит, да ты что, жив Господь, там, да, ты там, опомнись, о чем ты, и смотрите, что он говорит, друзья мои, на самом деле, это очень важное место в Библии, и, вот, и смотрите, и сказал Илья, 13 стих, не бойся, да, вы знаете, да, 365 раз в Библии написано вот это слово, не бойся, 365 раз, то есть на каждый день у тебя есть не бойся, и он сказал, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшое пресно для меня, и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после, понимаете, ну, вот, я вот жену свою, у меня жена такая хорошая, мама кошка, я ее называю, да, что она вот за детей, ну, вообще просто порвет любого коктузик грелку, да, ну, это хорошая, ну, женщина, у меня тоже есть сотрудник на работе, вот, у него дочка, ну, такая хорошенькая, красивенькая, и говорит, слушай, моя теща, говорит, ее так любит, вот эту, говорит, мою дочку, говорит, слушай, я думаю, что она за нее даже меня убьет, знаешь, такой, ну, так сказать, говорит, ну, просто там, ну, она любого, мне кажется, порвет коктузик грелку там, ну, кто, если обидит ее, ну, знаете, вот, это хорошая такая, то есть собаки кошку с котятами обходят, даже здоровые собаки, она понимает, что она будет драться за котят, ну, до смерти, вы знаете, да, и представляете, женщине, она кричит, он кричит такие слова, да, вначале мне испеки, ты кто такой вообще, какой-то бородатый пришел, откуда тут с вороной тут жил где-то, у потока воды, да, ворон какой, ну, не с вороны, с вороном он там, пришел тут, вы знаете, и смотрите, и мы читаем Библию, вот, послушайте, как важно вот такие шаги бывает делать, когда, знаешь, когда ты жертвуешь, вот, и послушайте, и сказал, да, ибо так говорит Господь, 14 стих, Бог Израиль, мука в катке не истощится, и масла в кувшине не убудит до того дня, когда Господь даст дождь на землю, и пошла она сделала так, как сказал Илья, и прокормилась она, и он, и дом ее несколько времени, мука в катке не истощалась, а масла в кувшине не убывала, по слову Господа, который он изрек через Илью, друзья мои, даже когда жертвовать нужно, вот, когда у тебя нету ничего даже, может, вот ты скажешь, а что мне жертвовать, у меня ничего нету, ну, там, или у меня мало, вот, ну, пойми, пожалуйста, Бог не смотрит, да, на твою сумму, никогда не смотрит, Бог смотрит на твое сердце, вот написано, богатые, Иисус стоял у сокровищницы, мы не будем, и написано, богатые клали много, и Иисус вообще на это внимание не обратил, он просто сказал, богатые клали много, говорит, ну, одна бедная вдова, она положила две лепты, да, которые было ее пропитание, это все, и Иисус сказал, она больше всех дала, потому что эти клали от избытка, да, ну, что там, да, вот, пожертвовать богатому человеку, там, как помню, друг мой один, у него была база целая, овощная, и у нас был детский дом, вот там, в Ирдоматке, я ему как-то говорю, Алексей, спасибо тебе, что ты жертвуешь для нашего детского дома, он так на меня глаза выторщил, я ничего не жертвую, я говорю, как, ты же фрукты даешь, овощи, каждый месяц, ты наш детский дом полностью снабжаешь, он говорит, а, ты это что ли, да ну, какое я жертвую, у меня целая база этих фруктов, какое я там жертвую, это так, я даже не замечаю это, понимаете, то есть, ну, вот эта женщина, она, она пожертвовала, когда я был в Конго, вот сейчас, и я познакомил, и мы были с епископом Симоном, ну, Симон его имя, он в Волгограде живет, и он познакомил меня со своим братом, вот, я так подружился с ним, и он католический священник, и он священник, старший священник самого большого храма в Конго, ну, он такой, знаете, храм, который помещает, наверное, тысячу человек, ну, туда, я был там на службе как-то, ну, мне так понравилось, так все красиво, торжественно, и он главный священник, и он в католической церкви, ну, в этой стране, он по статусу пятый человек, ну, там первый, это как патриарх у нас, Кирилл, только там есть монсеньор называется, есть кардинал, а есть пониже кардинала, он, ну, монсеньор, я не знаю, как это переводится, на французском, монсеньор, вот, и он пятый человек, и я ему сказал, ты знаешь, я думаю, что ты станешь монсеньором или кардиналом, он так хохотал, он говорит, ты че, я говорю, я чувствую, что ты им станешь, ты еще молодой, ты станешь, и вот, и вот этот Симон мне рассказывает, говорит, когда я приехал со своим пастором, ну, там Алексей Павлович такой руденький есть, мы, говорит, лет, ну, 10 тому назад, там уже даже больше, мы приехали в Конго, и он говорит, я прочитал в Библии, что Корнилий, когда ему было послано слово, он созвал всех своих родственников, чтобы они послушали Петра, ну, рассказ об Иисусе Христе, и он говорит, я сделал так же, я собрал всех родственников, и мой вот этот, ну, брат, который католический священник, он пришел тоже, и говорит, у нас родственников было человек 30, наверное, там, и говорит, и Алексей Павлович говорил слово, проповедовал так хорошо, призвал их к покаянию, молился потом за них, и вот этот мой брат, который католический священник, он говорит, говорит, друзья, ну, всем вот этим родственникам обращаются, к нам приехал Божий человек, давайте почтим человека Божьего, благословим человека Божьего, и говорит, и он взял такой, как пакет, и он пустил так вот, ну, по рядам, ну, в доме, и мы, говорит, и сам много пожертвовал, и говорит, и мы отдали Алексею Павловичу это, благословили его, и он подошел к Алексею Павловичу, и сказал, помолись за меня, Алексей Павлович, и он помолился, благословил его, и говорит, представляешь, через некоторое время, ему приходит письмо из Италии, ну, из католической церкви, что ему дают стипендию, и оплачивают обучение, и он уехал, и 6 лет учился в Италии, и сейчас он высокообразованный, ну, в католицизме, да, и он не только является священником, но является и преподавателем еще, то есть, ну, понимаете, ну, все началось с некой жертвы, понимаете, и вот он, и он такой жертвенный, и когда я к нему пришел в гости, вот в первый день, когда мы приехали в Конго, я захожу, он так улыбается, смеется, и он мне сразу, там, подарил один подарок, ну, такой из дерева, там, африканский, вот, потом такого льва подарил, из красного дерева, потом такой светильник из рога, правда, его не взял, потому что, ну, его нельзя увозить, потому что, ну, меня могли бы обвинить, что я этого буйвола и убил, знаете, поэтому могли бы проблемы быть на таможне, вот, и он мне просто вот сразу, я только зашел к нему, знаете, и он мне сразу подарил, там, три подарка, то есть он, ну, хотя он сам, он живет при храме, у него просто, ну, спальня небольшая, маленький кабинетик, и такая, как бы, ну, такая, как холл такой, да, и он там живет, и вот, поймите, Бог любит, да, ну, Бог любит жертвенных людей, да, Бог любит, когда люди приносят, ну, жертвенными людьми, и смотрите, и далее я хотел бы вам прочитать, показать еще одно место, в Библии есть такая тоже, давайте мы откроем 4 царств, 4 глава, 8 стих, ой, да, 4 царств, 4 глава, 8 стих, и там сказано, в один день пришел Елисей, это уже про другого пророка здесь речь, да, в Сонам, там одна богатая женщина, знаете, вот несколько раз в Библии упоминается богатый человек, знаете, пришел богатый человек из Арамофеи именем Иосиф, и зашел к Пилату просить тело, да, Иисуса, и там тоже прям, ну, подчеркивается, что богатый человек, да, пришел, и вот здесь тоже говорит, там одна богатая женщина упросила к себе есть хлеба, и когда он не приходил, всегда заходил туда есть хлеба, то есть приглашал его на обед, вот эта женщина, богатая женщина, она была замужем, да, и сказала она мужу своему, вот я знаю, что человек Божий, который приходит мимо нас постоянно, святой, она говорит, я знаю, что этот человек святой, и смотрите, что она делает, сделаем небольшую горницу над стеною, и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник, и когда он будет приходить к нам, пусть он заходит туда, то есть она у себя, ну, ну, вот у нее была, как сказать, ну, дом у нее, наверное, был, да, и она решила над домом своим, ну, пристроить еще комнату для вот этого святого человека, и в один день пришел туда, и зашел в горницу, и лег там, и сказал Геезию, слуге своему, позови эту санаминтянку, она была язычницей, и позвал ее, и она встала перед ним, и сказал ему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе, не нужно ли поговорить о тебе, с царем, или с военачальником, она сказала, нет, среди своего народа я живу, и сказал он, что же сделать ей, и сказал Геезия, вот сына нет у нее, а муж ее стар, и сказал он, позови ее, он позвал ее, встала она в дверях, и сказал он, через год, в это самое время, ты будешь держать на руках сына, и сказала она, нет, господин мой, человек божий, не обманывай рабы твоей, и женщина стала беременна, и родила сына на троих год, в то самое время, как сказал ей Елисей, ну смотрите, друзья мои, с чего все началось, вот она, женщина богатая, да, была, и мы вчера, вот с Сашей, да, разговаривали, там тоже там, про некоторых людей, вот там, вот этот сейчас там поднялся, он такой богатый, я такой, ну, нет, ну хорошо, богатый, но мы с ним, да, рассуждали, говорю, ну что он делает для людей, там, для общества, он кому-то помогает, он кому-то служит, знаете, ну что толку, ну богатый ты там, да, вот, ну умрешь богатый, ну вот я знал, человек одного в городе очень богатый был, похоронили его в гробу, там, что-то не из красного дерева, он ходил в очках, в золотой оправе, ну его в этих очках, не знаю, зачем покойнику очки, ну в общем, в очках его и похоронили, в этих золотых, вот, я знаю, там деньги кладут в гроб, там, да, телефон сотовый, да, вот, одного хоронили тоже, и сотовый телефон положили, я помню, мы были на похоронах, и там взрослый человек, один такой, в прошлом, уголовный авторитет, и он мне говорит, слушай, вот этого человека, ну, похоронили, ну, там называют одного, такого бандита, и говорит, ему в карман пиджака мобильный телефон положили, я говорю, а ты знаешь его номер? Он говорит, да, знаю, я говорю, давай наберем его, а он, он такой, да ты че, говорит, я боюсь, представляете, такой взрослый мужик, я говорю, да не бойся, давай я позвоню ему, вот, я набираю, оказывается, у меня номер его был записан, ну, естественно, что там мне ответили, вот, телефон выключен, или в зоне действия свети, слава богу, никто не ответил, потому что, если бы он мне ответил, так, бы и мне бы поплохело, да, вот, вот, не, он не ответил, слава богу, да, вот, ну, слушайте, и вот, ну, разные-разные вещи, ну, друзья мои, ну, послушайте, ну, можно прожить всю жизнь, да, как бы, и, да, какой-то достаток там, нажить себе, как-то, ну, 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 как ты о себе, какую ты память о себе оставишь, там, среди своих родственников, друзей, там, да, среди своих, там, понимаете, да, чем людей, то есть, особенно, я понимаю, что вот Бог, человеку, которому дает богатство, он потом, богатство это ответственность, он тоже потом спросит, как мы распоряжались, да, вот этим богатством, какими-то средствами, и заметьте, вот про эту женщину, я вот прямо как-то увидел, что она вначале пригласила его, и она его кормила, вот этого человека, благословляла его, да, то есть, ну, проходит там какой-то человек, ну, проходит и проходит, а она говорит, нет, это человек Божий, давай его кормить будем, она стала давать ему хлеб, ну там не только хлеб, я думаю, там и до хлеба было, но потом она мужу говорит, слушай, а давай ему над нашим домом еще дом построим, да, ну или как бы комнатку, на самом деле она даже не дом сказала, она говорит, построим комнату, поставим кровать, поставим кресло, стол и светильник, да, чтобы он, говорит, приходил и отдыхал, но у этой женщины, она, она сделала по сути дела жертву, но у нее не было сына, у нее не было ребенка, да, но она, но она вообще хотела, да, ребенка, и когда он говорит, и человек Божий говорит, что мне сделать для тебя, да, вот, и он говорит, сделай, ну для меня, ну, сделай для меня, да, он говорит, хочешь, я могу там с президентом поговорить, говорит старем, там своим начальником, она говорит, да не надо ни с кем говорить, да у меня все ровно, все хорошо, и слуга его, говорит, нет сына у нее, у нее есть мечта, она уже, может, много лет была там бесплодная, да, она уже разочаровалась, и она уже рукой махнула, да, и он, он говорит, у тебя будет сын через год, Она говорит, да ты что, да успокойся, зачем ты так со мной? И на самом деле, Библия говорит, она забеременела. Ну, услышь меня, пожалуйста. Или давайте я вам такой вопрос. Что перед этим было? Перед этим была жертва с ее стороны. Да, это была не овечка, которую она, как Давид, сожгла на каком-то жертвенке. Понимаете? Да, это не были какие-то там миллиарды, которые царь Соломон или царь Давид вложил в строительство храма. Это было просто угощение, да, просто угощение, которое вот, ну, было, да, в начале. А потом это было какое-то строительство какого-то там дома, ну, не дома, даже комнатки, да, и Бог ее, ну, благословил. То есть я вижу, вот, знаете, вот эта связь, вот, я помню, один человек мне говорит, да не только один, да, мне много кто говорил, не говори в церкви, давай не будем деньги собирать, потому что люди притыкаются, люди боятся, там, у кого-то нечего давать, а вот, знаешь, вот у того, у кого нечего давать, так вот и надо начать давать, потому что так и будет нечего давать, пока не начнешь давать, да, вот. Вот, я помню, когда я начал заниматься предпринимательством, и мне было 19 лет, и мы, помню, пошли в дом престарелых инвалидов, да, мне еще 19 лет было. И знаете, что я сделал? Я первым делом взял и купил 4 коробки карамелек. Это для меня жертва была, сейчас мне это смешно, конечно, карамельки, да, купить, но я пришел, я ходил и раздавал вот этим бабушкам вот эти карамельки. Потом мне стало уже 20 лет, мы поехали, помню, а я, у меня племянница лежала в больнице, и я пришел туда в больницу, она маленькая, она еще была, и, может, ей годика три там было. Я увидел деток, которые там бегают, знаете, и такие вижу, ну, а кто это, что это за дети такие? А это, говорит, из детского дома здесь лежат, в больнице, из детского дома. Меня так затронуло это. И у меня на родине в Тверской области было очень много яблок, урожайный год был. Я нашел машину, которая попутно шла, в общем, и я поехал туда и набрал полтонны яблок. Вы знаете, я привез, и эти все полтонны я сдал в один магазин, ну, просто, ну, продавать. Вот. Но послушай, послушай меня. У меня было, допустим, ящиков этих, может быть, это было 15 ящиков или, ну, 20 ящиков, больших таких ящиков, ну, коробки это были, такие там из-под чего-то. Я взял, поставил 4 коробки пустых, я выбирал самые лучшие яблоки, я складывал в эти 4 коробки. Я сказал, вот это я вам сдаю на продажу, а вот это я у вас забираю. Я взял эти 4 коробки и привез в эту детскую больницу. Мы с другом пришли, я сказал, нет, нет, в детскую больницу, вот, я сказал, я хочу, чтобы вы эти яблоки раздали вот этим детям, знаете, вот, которые, вот, у вас есть дети, оказывается, их там чуть ли не 50 детей лежало, которые из детских домов. И они говорят, как вас зовут, кто вы такие? Я говорю, я не скажу, кто мы такие, я не скажу, откуда мы, я не хочу наших имен называть. Я говорю, поверьте, эти яблоки, это с моего сада, они полностью, ну, все пригодные, все хорошие, но, извините, я не могу сказать. И потом в газете я читаю, там, не перевелись еще добрые люди на Руси, там, в речи или коммунисты, ну, речь тогда уже была. И вот там описывается, какие-то два парня пришли, вот, и подарили, и так далее. То есть, и это было тоже для меня жертва. Друзья мои, знаете еще, Библия говорит, благотворите ненавидящим вас. Помните такие слова? То есть, по сути дела, жертвуйте тем, кто вас ненавидит. Вот есть, есть такой, да, человек, вот вас он, ну, ненавидит как-то, да, вот, недолюбливает. Есть такие у кого-то, наверное, да? Вот, если есть, знаете, что нужно сделать? Вам нужно взять и запишите, запомните, просто сделайте подарок этому человеку. И я вас уверяю, я делал много раз это. Вот, и стена вот этого, ну, вот этой ненависти или какой-то, она упадет, реально она упадет. И у меня была ситуация, я вам рассказывал, с этими же яблоками было связано, когда я грузил эти яблоки, шел ливень. А в этой машине, это был ЗИЛ такой, ну, ЗИЛ машина, и там он не хотел открыть борта у этой машины, потому что там у него лежали книги. И он меня торопил, давай скорее, там, я опаздываю, там, в ночь ехать. Я бегал эти яблоки, грузил, а эти коробки были очень тяжелые. Я вот так схватил одну из коробок, помню, и, знаете, вот так рванул ее, как штангу вот эту, да, ну, чтобы закинуть вот выше моего роста, да. Я почувствовал, у меня что-то хрустнуло, знаете, я так испугался, думаю, что у меня там как порвалось. И у меня появилась, извините, это подробно, паховая грыжа. Потом мне пришлось сделать операцию. Я просто на этих яблоках надорвался. И продав эти яблоки, я на вырученные деньги купил маме с папой пылесос домой, и еще я купил обручальное кольцо. Тогда очереди стояли за золотом. Я помню, у меня кольцо такое с биркой было, моего размера, думаю. Это, естественно, не это кольцо, которое я сейчас показываю. И оно с бирочкой так лежало, и оно мне так душу грело. Ну, пылесос я уже забыл, он уже у родителей, там, он где-то уже, там, знаете, заезженный, а кольцо с бирочкой лежало, это просто, это весь мой доход от яблок был, от этих проданных, знаете. И оно для меня так было дорого, это кольцо, потому что это где-то было, это доход был связанный вот с моей, ну, жертвенностью, то есть, ну, мне пришлось операцию делать, да. Я так дорожил этим кольцом. Я думаю, вот я жнюсь, когда у меня будет кольцо. И один парень в церкви стал меня ненавидеть. На ровном месте. Вот. И он в то время встречался с одной там девушкой, он сейчас женат на ней, у них там уже дети, уже большие дети. И вот. А я дружил с одной девушкой, которая была подругой вот этой, ну, этого человека, ну, невестой, ну, которой невеста его была. Вот. И он говорит, что он взъелся? Он вообще, я только скажу о тебе или о Сергее. Он говорит, у него же волосы, дыма, он весь багровеет. Я говорю, а что ему сделал-то хоть? Она говорит, я не знаю. Он со мной не здоровался, ничего. И помню в кинотеатре Горно, вот здесь, это сейчас Royal View, да, называется, там было семинары. И мне Бог, я слышу его голос, я знаю его голос, и Бог мне стал говорить, подари этому человеку это кольцо. Я говорю, это? С биркой, да, вот это? Ну, ты же помнишь, откуда, да, его приобрел? То есть, вот ты, операция у меня там. Он говорит, да, да, Бог говорит, это. Я говорю, никогда. Вот что угодно говори, рубаху там отдать, штаны, кольцо с биркой, а золото. Знаете, помните, ну, кто постарше, очереди за золотом стояли, помните, да, ну, кто постарше, люди помнят. Сейчас вот молодежь скажет, что очереди, в смысле за золотом, а зачем оно было? Ну, вот я сам не знаю, люди стояли. Ну, вот, вот что он мне говорит и говорит, Бог, подари ему это кольцо, подари это кольцо. И в какой-то момент я его взял, положил в правый кармашек, с бирочкой такой лежит. Вот, вот, я прихожу туда, в Горн, вот, он там ходит, ну, естественно, со мной не здоровается, мимо меня проходит, как будто мы вообще друг друга не знаем. Вот, и я его зову, ну, вот, он так ко мне подходит, такой, что тебе надо? Знаешь, мне вот так, я такой думаю, нет, точно кольцо не отдам. Вот, а потом я такой говорю, ну, слушай, я слышал, что у тебя свадьба скоро, он такой, ну, и чё? Да, знаешь, ну, прямо там, это я ещё мягко говорю. Вот, я говорю, ну, вот, я достаю это кольцо, как сейчас помню. Я говорю, ну, дай ему, ну, руку, ну, он так ставит, я его, знаете, вот так, чик, бросаю это кольцо. И вот в этот момент, вот эта стена этой ненависти, она хоп, и падает. Вы слышите? Вот, и с того момента всё, он встал ко мне хорошо. И потом, я на всю жизнь запомнил, он на этом же мероприятии, буквально через полчаса он так проходит и подмигнул мне. Друзья мои, то есть жертва, то есть Бог любит, ну, жертву, да, Бог любит жертву. Я помню, у нас Ваня, жена, моя жена была беременна Ваней, и она сильно-сильно заболела. Так сильно, у неё температура под 40, а она беременна. Я позвал, и пастор один приезжал, такой продвинутый, я не помню, как его фамилия. Мы жили в квартире, и он приходит, я говорю, пойдём, ты помолишься, ну, за мою жену, он там взял елей. А у нас уже в то время, мы уже содержали вот этот детский дом, построили здание для детского дома и содержали его. Он пришёл, помолился, и он не знает, кто я, что я делаю, как я делаю. И он мне говорит, слушай, я хочу тебе дать совет. Ты хочешь, чтобы у тебя родился нормальный, здоровый ребёнок? Потому что на самом деле это очень опасно. И врачи сказали, что это очень опасно. Ты хочешь? Я говорю, ну, конечно, хочу. Он говорит, возьми и сделай жертву в детский дом, он мне говорит. Он говорит, купи игрушек, купи как-нибудь подарков, купи конфет, апельсин, отвези. Это, говорит, такая богоугодная жертва, потому что Библия говорит, истинное благочестие перед Богом – помогать вдовам и сиротам. Вы слышите, есть две категории, которым ты можешь в любой момент жертвовать, даже не спрашивая Бога, делать мне или не делать. Вот ты помогаешь вдовам и сиротам, если. Это всё. Как бы Бог, он прямо смотрит на тебя и улыбается. Бог иногда, да, я думаю, что он улыбается. Он тоже имеет какие-то чувства. Я ему говорю, послушай меня, ну, я, конечно, могу это сделать, но я вообще содержу целый детский дом. У меня 15 детей. Он говорит, а, да, я не знал. Ну, тогда не переживай. И он ушёл. И на самом деле всё хорошо. У нас родился живой, здоровый ребёнок. То есть, понимаете, вот Бог, то есть вот эта жертвенность, мы можем жертвовать что-то, яблоки какие-то, не знаю, апельсины, мы можем жертвовать своё время, мы можем жертвовать свои силы там на что-то, да. Мы можем, и, знаете, жертва, когда ты уступаешь что-то и так далее. И, смотрите, ещё уже, ну, так, подходим к концу, но ещё я хотел бы про Новый Завет сказать. Ну, я уже не буду читать сейчас. Смотрите, в Евангелии от Луки, вторая глава, там написано, когда Иисус родился, его на восьмой день положено было обрезать, ну, обрезание, да, это, ну, это, по сути дела, как бы его записывали. И, смотрите, мы живём сейчас, мы живём в 2023 году от Рождества Христова. И если Рождество считать с 24 на 25, то Иисуса обрезали с 31 на 1. И у нас почему началось новое летоисчисление. Если мы отмечаем Рождество с 7 на 8, ну, как в нашей стране, то нам Новый год надо отмечать с 13 на 14. Поняли, да? То есть и Рождество, и Новый год, это вообще два праздника, связанные с Иисусом Христом. Но у нас, когда была коммунистическая власть, у нас тут всё так взяли, перемешали, перепутали, и советская власть не хотела, чтобы люди концентрировались на рождении Иисуса Христа. И они просто, ну, чтобы Дед Мороз, там, концентрация была не на Иисусе, а концентрация была на Новый год. На самом деле, в других странах, там, в европейских тех же странах, никто особо Новый год не отмечает. Все отмечают Рождество. Ну, чаще с 24 на 25, но в некоторых странах тоже есть. Ну, мы такая, знаете, мы, страна очень интересная, люди русские с широкой душой, поэтому мы встречаем и с 24 на 25, и с 31 на 1, и с 7 на 8, и с 13 на 14 у нас Старый Новый год. Красавцы просто, да? Лишь бы повод выпить, да? Больше поводов выпить. Ну, к сожалению, это чаще для светских людей, да, это вот повод выпить, да? Вот, ну, все равно кому-то и не выпить, просто повод собраться, знаете, потому что, ну, много людей есть, которые не выпивают, просто, ну, вот, просто празднуют. Вот, и смотрите, и написано, и когда Иисус родился, они пришли на восьмой день. И написано, они пришли, и они принесли по написанному в законе жертву за рождение Иисуса Христа. Это были голуби там и горлицы. Это нужно было по закону. Ты не мог этого иначе сделать. Ты не мог зарегистрировать ребенка без жертвы. Представляете? Сейчас мы идем в ЗАГС. Ну, тоже какая-то жертва у нас тоже. Я не знаю, вот я давно детей не регистрировал. Надо ведь, наверное, какую-то пошлину платить за регистрацию. Кто давно? Надо, я не знаю. Надо, наверное. Ну, сейчас тоже, но, а? Я не занимался, да, этим просто. Ну, да, да, я в ЗАГС не ходил. Вот, ну, я понимаю, что какая-то пошлина, да, наверное, платится. Ну, наверное, есть, да. Ну, это не жертва, конечно, куда-то там в церковь, но это просто, ну, это просто пошлина. Это нельзя, да, сравнивать. Но в то время, когда Иисус родился, нужно было принести жертву. И как вы помните далее, да, мы сейчас у нас в преддверии Рождества. И помните, да, это уже некоторые рисуют, что вот коровы, а, даже вот у нас здесь неправильно нарисовано. Видите, смотрите, вот, вот, ого, вот они, красавцы. О них и хотел поговорить-то. Вон тут все, у меня уже картину. Смотрите, о волхвах. Но на самом деле эта картина неправильная здесь. Почему? Потому что написано, что когда волхвы прошли с востока, они не в хлев вошли. Ну, так много рисуют на картинках. Это туда пришли пастухи, когда Иисус родился. Поняли, да? В Ифлееме, да? А когда пришли вот эти волхвы, вот, это написано, и вошли они в дом. Мы можем даже прочитать, там, в Евангелии от Иоанна, ой, от Луки. Написано, и вошли они в дом, и поклонились младенцу, и принесли ему золото с мирную ладан. Смотрите, а здесь Иисус как бы, ну, как будто волхвы пришли в хлев. Поняли, да? Но это ошибка, на этой картине ошибка. Ну, и знайте просто, что это по-другому было. Когда они пришли к Иисусу, Иисусу было уже шесть месяцев примерно. Ну, и здесь вот, кстати, на картинке тоже ребеночек-то такой, где-то шестимесячный изображен, да? То есть, вот мамы, наверное, так мне и скажут, да? Ну, это явно ненавожденная лялечка такая. Так вот, они принесли, и опять же, смотрите, жертва. Что они, они не пришли просто. А, Иисус, ты родился, значит, да? Вот мы тут звезду твою видели. Вот, мы пришли посмотреть на тебя. Нет, они опять что принесли? Жертвы. И вы знаете, один такой, Джон Аванзини был, он так много учил о финансах, и он говорил, что Иисус был богатым. Говорит, почему? Потому что волхвы пришли с Востока. Их чаще трое изображают. Потому что они, вот, ну, я думаю, что их пришло намного больше. Они пришли с караванами, понимаете, они пришли с слугами, там, они пришли с охраной. И они рисковали, их могли ограбить. И они, ну, я думаю, шли с войнами даже, с какими-то. И они не просто пришли. Вот представьте, вот я приезжаю в какие-то город, вот я сейчас в Казани был, вот, на той неделе. Ну, вы знаете, меня мэр не встречал, вот, и не принимал. И куда бы я ни приезжал, никогда меня мэр, даже мэр не встречал. А здесь их встречал, по сути дела, ну, Ирод. Но это Ирод, это был кто? Ирод, это был очень злой человек. Он, кстати, своих даже жену, детей, там, принес жертву, там. Он такой был придурочный, конечно. Ну, если таким словом простым сказать. И вот Ирод, это был, это был наместник Рима. Это был, по сути дела, как президент. Это как царь был, да. Да, да, царь, царь даже, да. И он принял, вы слышите, он принял этих людей. Он с ними беседовал. И написано, весь город пришел в движение, когда они пришли. Ну, такой мультик есть, «Аладдин». Ну, я его многие там, да, я не рекламирую его, но многие говорят, нельзя смотреть. Ну, ладно, я так просто из-за красочности. И там, знаете, есть в этом мультфильме, когда он тут лампу нашел, и он влюбился в принцессу, и вот он заезжает в город в этот, знаете. И там слоны такие, танцоры, там, ну все, там, фейерверки, там, и вот, ну, там, золото он бросает, там, золотые монеты. Я думаю, что волхвы, мне почему-то кажется, что они вот с таким шиком пришли. Они не просто пришли так скромненько. Ну, ладно, я так сейчас, вот, не о них речь. Но речь о жертвенности, о том, что они принесли. Джон Аванзини сказал, вот, говорит, 10 миллионов рублей можно назвать сокровищем? Ну, кто-то и миллион назовет сокровищем, да? Но я бы не назвал, что 10, даже 10 миллионов рублей, что это сокровище прямо. Ну, прямо сокровище. Потому что даже в нашем городе квартира стоит просто, и, причем, это не самая дорогая, там, 10 миллионов рублей. Сейчас машина стоит, ну, может, 20 миллионов стоит. Ну, понимаете, о чем я, да? Ну, то есть, какие-то дорогие машины есть, и, ну, они, написано, принесли золото, смирный ладан. Вот это смирный ладан, это было по цене дороже, чем золото. И когда Ирод решил всех младенцев убить, то Иосифу было сказано, убегай в Египет. И они убежали в Египет, ну, и говорят, так, богословы, там, историки, что Иисус и его семья, вот, на эти деньги, они очень, ну, в хорошем достатке жили в Египте на то время, пока они были вынуждены 3 или 4 года скрываться от Ирода в Египте. То есть, понимаете, со мной, Иисусу было принесено золото, смирный ладан, то есть, ему поклонились, и Бог нам показывает. И когда мы приносим свои пожертвования в церковь, там, да, или помогаем кому-то, родственникам, помогаем друзьям, бедным кому-то помогаем, вы знаете, Богу нравится вот эта жертва. Вот, завтра, понедельник, знаете, я сегодня никак не могу вот собраться, но завтра хочу это сделать. Там есть благотворительная организация, тоже там участвую, помощь ей, и они кормят детей, беспризорных детей, их приходит от 50 до 70 человек. Я хочу завтра просто, ну, взять и прийти туда, и поразносить еду. А где это? Со мной пойдешь, Семенович? Возьмешь тогда. Понимаете? Или вот я пришел в дом престарелых и инвалидов, я хожу в попечительский совет его, мы идем, такой запах неприятный. Я говорю, а что это такое? Ну, извините, мочой вот таким. Она говорит, это у нас служение милосердия там, а в попечительский совет ходит батюшка православный. Вот, и она говорит, вот спасибо батюшке, что сестры из его церкви приходят к нам, сестры милосердия, и помогают нам ухаживать за этими больными, моют их, расчесывают их, ну, там, знаете, вот как-то ухаживают за ними. Я такой думаю, а почему сестры или братья из нашей церкви не ходят туда. Понимаете? Это тоже жертва. Это тоже, это большая жертва. Вот так. И я тоже вот мечтаю перебороть свою, так сказать, ну, я набрезгливость вот эту, да, как это называется, и прийти и поухаживать за такими людьми. Мать Тереза так делала, знаете, я недавно в Конго был в доме милосердия, который основан был матерью Терезой, и познакомился с монахиней, которая не просто видела мать Терезу, а много лет служила с ней. И у них 33 человека там, ну, они говорят, у нас больше не помещаются. Эти женщины, их 5 человек, и они служат вот этим женщинам, ну, вот этим, там, мужчины, женщины, инвалиды, имеется в виду, кто у них там находится. Это тоже жертва, друзья мои, понимаете? Вот, и давайте мы сейчас еще, буквально уже в конце. Помните, да, сейчас еще Деяние, Деяние, 10 глава, 1 стих, 10 глава, 1 стих Деяния. В Кесаре был некто муж именем Корнили, сотник из полка, называемый Итальянский. Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9-го числа дня Ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему, Корнилий, он же взглянув на него, испугавшись, сказал, что, Господи? Ангел отвечал ему, молитвы Твои и милостыни Твои пришли на память перед Богом. И так пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которым спасешься ты и весь твой дом. Друзья мои, смотрите, вот этот Корнилий, это первый язычник, который спасся. Все до этого евреи только спасались. И в нашей Библии написано, что он творил много милостыни. А в оригинале написано, он кормил нищих на улице. Вот Игорь у нас, Грушин, занимается этим. Ну, у нас и еще занимается, вот, знаю, дом милосердия кормит людей на улице. И цыганская церковь иногда тоже, кормят людей на улице. И вы знаете, вот это очень важно. Когда я был в Томске, церковь там в Томске, она большая церковь, большое здание у них, и очень много у них людей таких, преуспевающих в этой церкви. И вот там 10 домашних групп, даже больше, там их 40 или 50 домашних групп. И знаете, что они сделали? Они сделали в Томске в 10 местах города, точки, и они каждый день кормят бедных. В 10 местах города. Представляете? Они ничего не хотят взамен, ничего, просто берут и кормят, да, людей. Или эта церковь, она узнала, что там есть синагога в этом городе, в Томске. Раньше там было много евреев, которые были сосланы туда. И они собрались как-то, человек 30, 40, а то ли 50, и они пришли на еврейское кладбище и сделали уборку и ремонт этого кладбища. И они каждый год это делают. Просто ухаживают за, ну, уже заброшенными могилками, да, вот евреев. И этот пастор, есть такой еврейский календарь, который распространяется по всем синагогам. И там и Розенбаум, там, ну, много известных людей в этом журнале, их фотографии там помещены. И Кобзон там, ну, уже он ушедший, да, вечность. Вот. И вот я видел этот журнал, календарь, он мне его подарил. И представляете, этого пастора, там тоже есть фотография в этом календаре, который из Томска. Да, про них написали, что вот. И он в себя с церкви, они, когда эта синагога строила детскую, такую детскую школу, как бы для детей евреев, они собрали большое пожертвование в своей церкви. И они взяли и подарили. Ну, туда. И послушайте, я бы, знаете, что бы хотел бы сегодня, чтобы мы с вами сделали? Мы собрали сегодня, чтобы с вами пожертвовали. Ну, там, кто сможет это. И мы, я хотел бы, чтобы мы это пожертвование, знаете, на что отдали? Мы отдали на вот этот центр милосердия, ну, который в доме престарелых. Ну, вот в Зареченском, где вот, потому что им не хватает памперсов. Очень сильно не хватает салфеток вот этих, знаете, памперсов. Мы возьмем, соберем тогда деньги, ну, после собрания сегодня. И все эти деньги, которые соберем, полностью все до копейки. Возьмем и отдадим туда, ну, для того, чтобы купить. И я скажу директору там, что это от нас, да, от нашей церкви. И смотрите, давайте уже я буду завершать. И такие места описания я хотел бы показать еще, ну, просто прочитать. Луки, 5 глава, 14 стих. Когда Иисус исцелил человека, который был больной проказой, написано, он повелел ему никому не сказывать, пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Вы смотрите, сам Иисус, представляете, он исцеляет, да, человека от проказы. И он говорит ему, послушай меня, иди, покажи священнику, что ты исцелился, что Бог тебя исцелил, и принеси жертву. Ну, не просто, что вот, ну, исцелился, исцелился, а поблагодари Бога вот этой жертвой, то есть будь жертвенным, да, человеком. Смотрите, написано, Римлянам, 8, 3. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, жертву за грех, осудив грех во плоти. То есть, смотрите, закон, ослабленный плотью, то есть закон, Ветхий Завет, он не мог, он уже не работал, как бы, он уже, ну, не спасал, то есть, вот, как-то не получилось, ну, не то, что у Бога не получилось, но, знаете, как вот я слушал тоже одного пастора, там, и он говорит, ну, Новый Завет, наверное, был бы и не нужен бы, если бы Ветхий бы, ну, как-то мог работать, да, или сработать для спасения человечества, и вот, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву, то есть, Бог за нас отдал, что? Жертву, понимаете, и Он также хочет, чтобы мы были какими людьми? Жертвенными, понимаете, жертвенными, жертвенными, друзья мои, это не только деньги в церковь, вот, знаете, когда говорят, бывает там, что жертвенным, там, жертвенным, понимаете, жертвенность, это намного шире, чем деньги в церковь, это, знаешь, это жертвенный человек, это когда маме с папой ты помогаешь, заботишься о них, материально о них помогаешь, знаешь, жертвенный человек, это когда ты не проходишь мимо, ну, человека там на улице, который хочет кушать там или что-то пить хочет, понимаете, ты не проходишь мимо этого человека, ты, то есть, идешь и ищешь этих людей, знаете, когда я был в Эфиопии, мы пошли кормить бедных детей на улице, и обычно же, знаете, вот представьте, они просят, а их отталкивают как-то, ну, от них отворачиваются, а я, наоборот, сам к ним шел, и у меня, знаете, я могу вам потом в телефоне, а может потом на экран высветить, я сделал столько фотографий вот этих детей, они такие красивые, что можно вот какой-нибудь журнал продать, наверное, эти фотографии, они так улыбались мне, они такие, они такие счастливые были, они такие все красивые, что я просто смотрел на фотографии, в смысле, я говорю, это я сфотографировал, и одна женщина была с ребенком, я даже думаю, что она бабушка была, и я ей говорю, что, ну, по-английски там, что вы очень красивая, а она не понимает по-английски, а парень был рядом там, и он ее на эфиопский перевел, и она говорит, я? Я так удивилась, знаешь, я думаю, что ей, возможно, никто это вообще не говорил, знаете, с жизни, и они так светились, они как ангелочки такие все были, вот, вот эти, да, и когда ты, ну, когда ты, ну, как бы ты берешь, то есть, жертвенность, понимаете, это милосердие, я сейчас был с батюшкой в бане, ну, там, в Москве, такой хороший батюшка, с моим другом он пришел, высокий, как я, на рост, он такой широкий, весь такой, руки такие большие, он служит там в храме в одном, и он говорит, ты знаешь, сейчас христиане, ну, такие, не очень-то хорошие, он сам, говорит, мы не умеем толком молиться, мы не умеем толком поститься, у нас, говорит, одно осталось, чем мы можем как-то Бога порадовать, это своим милосердием, говорит, вот только этим-то и остается радовать, и, кстати, знаете, он мне говорит тоже, приходят ко мне девки эти, говорит, современные, вот эти, раздутые, в Москве, слышишь, хоть настоящие, ну, извините, ну, так-то и красиво, да, красоту ничем не спрашивают, и, слушай, и, говорит, приходят вот эти, да, ну, вот такие, современные, и, а я, говорит, вот этот батюшка, отец Владимир его зовут, он говорит, а я служу в больнице, вот, ну, детской больнице, имени Святого, ну, там, какой-то Святого Владимира, он мне сказал, и, говорит, приходят вот эти, и она начинает сетовать, мужа нет там, детей бы хотела родить, да, вот, нету мужа, а он говорит, а знаешь, что я им говорю, а я ему тоже стал, говорит, батюшка, я, говорит, вот, откровение получил, о жертвенности, и стал ему вот эти места, которые вам сегодня рассказывают, ну, только я вам читал сегодня, да, ну, просто, но он говорит, а я знаю, знаю эти же места Писания, я ему стал рассказывать, И он говорит, ты знаешь, вот приходят ко мне вот эти девицы, и она начинает, ну, у меня все плохо там. Я говорю, слышь ты, иди, говорит, в больницу к нам, у нас есть вот детки, которые брошены там, послужим, хватит ныть, просто послужим, помогим. Вот, и ты знаешь, он мне говорит, вот этот батюшка сказал, они начинают, говорит, служить, приходят, слушаются меня, ну, слушают мое слово, и говорит, ты знаешь, сколько у меня браков, ну, потом появляется. То есть она начинает жертвенной быть, начинает служить, то есть она не просто, ну, это все плохо, а говорит, слушай, ты знаешь, найди того, кому хуже тебя, послужи этому человеку. Вот это батюшка сказал. И он говорит, столько браков после этого, и у них как-то судьба начинает меняться, они начинают ходить месяцами, там, в свободное время приходят, ухаживают за этими детьми, ну, как сестры милосердия. Вы слышите? Да, и говорит, и Бог вот так, ну, благословляет. И последнее место из Писания, которое я хотел бы вам сказать, написано в Писании, что, сейчас, извините, написано в Писании, Сейчас, я сейчас найду это место. Да, два места я прочитаю. Смотрите, Римлянам, 12 глава, 1 стих. Итак, умоляю вас, братьям, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть, не просто, не только деньги, да, приготовьте, люди, как бы, знаете, это пошло, то есть, когда просто только деньги. То есть, вот, апостол Павел говорит, итак, умоляю, братьям, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши, то есть, себя предоставьте в жертву живую, святую, знаете, жертва живая, святая, благоугодная Богу. Потому что Богу это благоугодно, когда мы служим, заботимся, когда мы добрые, да, для разумного служения вашего. И 2 Коринфянам 9, 7. Каждый уделяй по расположению сердца, ни с огорчением, ни с принуждением. Каждый уделяй по расположению сердца. Я вот не хочу это, знаете, вот, там, с принуждением, там, ну, с огорчением. Вот, я даже не хочу вот эти слова говорить, хотя это правда, это истина, там, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, знаете, там, то есть, Бог воздаст, там, в 30-60-е, там, сто крат. Это правда, Библия говорит, я знаю, что это воздается, но я не хочу, чтобы люди жертвовали из-за корысти. То есть, он, знаете, как он дает, ну, с желанием, там, получить, то есть, да, это неплохо, казалось бы. Ну, знаете, хорошо, когда ты просто помогаешь кому-то, не потому что, ну, ты хочешь что-то обратно получить, а потому что это в твоем сердце. И Бог смотрит на тебя и радуется тебе, потому что Библия говорит, доброхотно дающего, что? Любит Бог. Хочешь быть любимчиком? Давайте мы будем, ну, доброхотно дающими, да? Да, и написано, не с огорчением, не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог любит тех, которые с радостью, знаете, помогают, служат, которые ищут, вот, кому помочь, знаете, Господи, помоги, помоги мне, покажи, кому сложнее сейчас в жизни. Помоги, кому я могу послужить. Знаете, я сейчас завершаю еще, простите, буквально последняя мысль. Я уверен, что в Евангелии от Матфея, где там написано, очень важное место, это мое любимое место в Библии, написано, что когда Иисус придет, мне Семенович вчера говорит, скажи-ка завтра, говорит, проповедь о втором пришествии Христа. Я говорю, Семенович, у меня другое на завтра, вот, я говорю, я не хочу даже об этом говорить, я мало что знаю об этом втором пришествии, я говорю, сколько живу на земле, я еще никакого второго пришествия не наблюдал, но я увидел, как многие верующие люди, и молодые, и старые, они просто умирают, и естественным путем уходят на небо. Ну вот, мой тесть тоже ждал, он говорил, я вот, я дождусь Христос при жизни, ну, год назад он в январе ушел в вечность, естественным путем просто умер, и уже он со Христом. Ну, послушайте, Христос говорит, когда я приду сюда, говорит, я отделю праведных от неправедных, как пастырь отделяет овец от козлов, я скажу праведным, говорит, я голодный был, вы накормили меня, я жаждал, вы напоили меня, я странником был, вы приняли меня. Да, я раздет был, вы одели меня, я в темнице был, вы пришли ко мне, я болен был, вы посетили меня. И написано, и праведники скажут, когда мы тебя видели, там, голодным, жаждущим и так далее. И, слушайте, два больших пастора с большими церквями, они рассуждали над этим местом Писания. Когда коронавирус был, и такие, знаете, много программ выходило, я смотрел одну программу, и один пастор говорит второму, он говорит, пастор, ведь здесь написано не в переносном смысле, здесь написано вот просто, как вот написано, что, говорит, когда вы придете, и праведники удивятся и скажут, когда мы тебя видели, голодным, там, жаждущим, он говорит, все, что вы сделали одному, малому моему, то сделали мне. Друзья мои, услышьте, пожалуйста. Но потом говорится следующее место Писания, страшное место Писания. Я забыл, сколько раз в Библии написано, придите ко мне. Много, я забыл, извините, там, я недавно читал об этом, но я сейчас забыл. Но два раза всего в Библии написано, уйдите от меня. И знаете, там, представьте слова, услышьте, пожалуйста, уйдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его. Я когда это читаю, в смысле, уйди от меня, проклятый. Представляете, Бог нечестивым скажет, уйди от меня, проклятый. И написано, потому что я был голодный, вы меня не накормили, я жаждал. Вот это все перечисляется, да. И написано, нечестивый скажет, где мы тебя видели, там, жаждущим, голодным, там, в темнице, в больнице. Он говорит, все, что вы не сделали одному из малых моих, то не сделали мне. И я помню, много лет назад к нам Алена ходила в церковь, когда она жила недалеко здесь. Я проповедовал на эту тему, я сказал, я говорю, Бог проверит вас. Сам Христос встанет вам на пути и проверит вас. Вот, и говорю, вот вспомните мое слово, Он проверит вас. Видимо, я так в духе, что ли, это сказал. Ну, я не знаю, в духе или не в духе, но, в общем, я так сказал. И потом Алена это рассказывает. Я иду домой с проповеди. Смотрю, бомж стоит. И смотрю, один сосед проходит, он к нему ничего не обращается. Я так, хоп, смотрю, вторая соседка заходит, ну, какая-то там. Он к нему ничего не обращается. Я, говорит, подхожу к нему. Он так стоит, смотрит мне в глаза. Я, говорит, голодный, говорит, есть хочу. Накорми меня. И у меня, говорит, ты перед глазами, Бог проверит тебя. Сам Христос придет тебе. У меня бум. Я говорю, послушай, послушай меня. Он такой бомж. Да? Говорит, только не уходи никуда. Я живу на четвертом этаже. Мне надо нагреть тебе супа, котлеты, макарон. Пожалуйста, не уходи. Он говорит, да ладно, ладно, не уйду. Он-то не понимает, что он Христос. Я, говорит, я понеслась. Просто побежала, как будто это, я не знаю, жених мой какой-то с ужины, ужины там стоит меня и ждет. Принеслась ему с этими банками, знаешь. Держи. Хорошо, спасибо. Но, слушайте, а может, когда она придет на небо, вот как раз это ей будет сказано. Алёнушка, спасибо тебе, я был голодный тогда, и ты меня накормила. То есть, а если не иметь жертвенности, да, если не иметь вот этого, то мы можем, друзья мои, пройти мимо Христа. Очень не хочется, чтобы мы его проходили мимо. Аминь. Так что, друзья мои, давайте вот посыл сегодняшний, да, о том, о чем я хотел сказать. Будем жертвенными людьми, будем добрыми людьми, да, будем радовать Бога. То есть, потому что Богу это нравится. И давайте мы сейчас соберем вот эти пожертвования, да, там высвети. Кирилл, ты можешь QR-код высветить, ты знаешь как? А, не знаешь? А кто не? Никогда не высветить. Да, вот есть эти мешочки-то у нас? Да, давайте мы, у меня тоже только QR-код, если… А есть, Ален, где QR-код? Ну вот там есть эти картинки. А дай, пожалуйста, разнеси кому. А, вот там на стенде, если кто-то… Мы сегодняшнее, да, пожертвование сделаем полностью, да… О, мне кто-то деньги прислал. Вот я их всех… А, мне прислали, написали «Для дом перестарелых». О, спасибо. Я не знаю, кто это послал, но, в общем, 5000 мы передадим этим. Вот. На дом… А? Нет, у меня… Я тоже QR-кодом переведу. Ну, я просто переведу. Вот. И мы отдадим, да, купим памперсы или купим там эти… Дай мне, Саша, тоже эту штучку. Вот. Хорошо. У нас есть песня, да? Прославление, да, еще? Да. Друзья мои, в следующий раз… В следующее воскресенье мы будем отмечать Рождество. Приходите, приглашайте друзей, знакомых. Вот. И… Да. Ну, приглашайте, у нас будет праздничное служение, красивое, хорошее. Они все хорошие. Вот. Да. В 7 до 8 молитва у нас, да, ежедневно. Сейчас я… Во сколько? В 13 часов в среду. В четверг, братская в 19. И братская в 19. А? Ну, давайте помолимся, да, за финансы. Четверг, молитва. Молитва на языках, братская. Да. Давайте мы помолимся за эти финансы, которые мы сейчас собрали, да, сейчас вы его, да, что Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Я благодарю Тебя за каждого, кто пожертвовал денежки. И благодарю Тебя, Господь, что за доброту. Господи, помоги нам во имя Иисуса Христа, вот, быть жертвенными людьми. И чтобы эта жертвенность была намного шире, чем просто жертвовать в церкви. Чтобы мы были вот по жизни такими жертвенными людьми, добрыми людьми, служащими людьми. Господь, дай нам просто даже искать, кому нам можно послужить, кому можно помочь. И, Господи, дай нам осознать, что Ты любишь жертвенных людей. И мы видим, да, в Библии те примеры, когда люди жертвовали, и у них масло, и мука не прекращалась, и исполнялись самые заветные мечты, там, дети рождались. Господи, мы знаем, что Ты благословляешь жертвенных людей, Ты благословляешь и даешь, дай нам вот это откровение тоже, еще большее откровение о жертвенности. И мы просим Тебя, благослови все финансы, которые мы собрали, чтобы мы передали и закупили памперсы и все необходимое для отделения милосердия в Доме престарелых во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Давайте мы сейчас прославим Господа. Христос, Господь, любовь моя. И я в молитве хваленья к Тебе прихожу. Как Ты велик, Ты жизнь моя, присутствием Твоим так дорожу, прикоснуться к Тебе, Иисус, мой дивный Бог, к одежде края, в славах Твоих найти покой. Я так жалую, я так жалую, я сплоюсь у пробитых ног. Ты видишь, Бог, Ты здесь, я знаю, Твою любовь, сердце мое ощущаю. Христос, Господь, ты мой покой. О Тебе эти строки любви слагаю. Бог, 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 Бог Я так же мою, я слойдусь у пробитых, но Ты видишь, Бог, ты здесь, я знаю Твою любовь, сердце мое Ощущаю, ощущаю твою любовь Твою любовь Ощущаю твою любовь Лайла очень красиво поешь, слава Богу Хорошо, давайте мы сейчас помолимся за предстоящую неделю, да, и вот за предстоящие рождественские праздники вот все Давайте мы благословим вот эту неделю, да, Отец Небесный во имя Иисуса Христа Мы благодарим Тебя за это собрание, благодарим Тебя за это время, когда мы были в церкви Мы просим Твоего благословения на предстоящую неделю, на вот эти все рождественские праздники, на предновогодние праздники Благослови, Господь, чтобы у нас было радостное настроение, чтобы мы были счастливы Благослови, Господь, веди нас Духом Святым, пожалуйста, по этой жизни Мы просим Твоего благословения на нашу работу, на наши семьи Мы просим Тебя на наше служение, благословение Господь, я еще и еще раз прошу, чтобы мы были милосердными людьми, да, доброходно дающими людьми Чтобы мы были широкой душой, такие добрые людьми во имя Иисуса Христа Благодарю Тебя, Господь, Отца, Сына и Святого Духа Аминь, аминь, аминь Да, очень аж Знаете, я много лет назад, еще, извините, что-то у меня все это стоит, картина И такая, был я на кладбище в Великом Устюге И такой скромный, знаете, скромный памятник дореволюционного, ну, какой-то, ну, скорее всего, купца Вот, и такая маленькая табличка у него, знаете, говорит, этот человек создал первый частный детский дом Ну, в этом, в Великом Устюге Знаете, вот как-то вот эта табличка у меня вот так, ну, запомнилась Я думаю, ну, вот, ну, человек прожил, да, и у него, главное, знаете, эта табличка на могиле сбоку была То есть, да, у него впереди, там, фамилия, имя, отчество И вот эта маленькая черточка, которая нашей жизнью называется Между датой рождения и между датой смерти Я думаю, ну, как хорошо, что у него, кроме вот этой маленькой черточки, у него еще сбоку табличка Ну, что, ну, ну, вот, не знаю, кто ее, что ее повесил, да, почему ее повесил Но я имею в виду, чтобы у нас тоже, ну, пусть не будет какой-то таблички, да, когда-то мы со мной в вечность идем Но не о табличке речь, да, о том, чтобы вот мы вот, ну, прожили такую жизнь, да, вот, добрых людей, милосердных людей Заботливых людей, таких вот по-настоящему христиан, знаете, все-таки настоящие христиане, это которые вот такие люди добрые, милосердные То есть я вот, не зря у нас церковь называется, милосердие, да, вот, нам, как говорится, сам Бог велел, да, быть милосердными Вот, хорошо, спасибо вам, пусть Бог благословит Я хочу побеседовать, если у кого-то есть какие-то вопросы, вот здесь на сцене я два стульчика, мы сейчас вот Саша нам поставят Если у кого-то есть вот какая-то нужда, за что-то надо помолиться, может там исповедоваться, посоветоваться Но не просто поздороваться, ладно, ну, потом поздороваемся, но вот именно кому важно поговорить, пообщаться Да, подходите, я сейчас, ну, сейчас пообщаемся, хорошо? Все, пусть Бог благословит и, да, с миром Божиим, да, пусть вас, да, все будет хорошо у нас Аминь!